Всем привет! Вы на канале Maros Life и в сегодняшнем выпуске хотим вам рассказать как мы пересекали границы с Чехией в темно-красные зоны, такие зоны как и Украина. Ездили мы в отпуск, ездили мы в Испанию. Испания для Чехии это темно-красная зона и хотим вам рассказать как мы пересекали все границы, что мы готовили, какие формуляры заполняли и так дальше. Начнем с того, что для того, чтобы поехать конкретно мы берем Испанию. Брали мы всю информацию на сайте devalena2021 и всем рекомендую, кто живет в Чехии, кто планирует ездить в какие-то страны с Чехии, имеет рабочие карты, ПМЖ, гражданство и так дальше. То есть всю информацию нужно изучать на этом сайте. То есть там вся корректная информация, что у нас было по Испании. Нам нужно было сделать формуляр за 48 часов, это обязательный документ, это QR-код, который вы должны получить и его нужно предъявить уже в самом аэропорту, куда вы направляетесь. Без этого формуляра вас не пустят на борт, поэтому его нужно делать заранее, как правило это делается за 48 часов. Дальше нужно было сделать тесты. Тесты тоже обязательно смотрите, ребят, кто едет в какую страну, что прокатит. Конечно же, если вы вакцинированы двумя давками, то прокатит без проблем, то есть не нужно никакие тестирования. Главное, паспорт ЕС этот показать, то есть паспорт... Сертификат. Сертификат, да. Который... Окончание двух прививок, либо антигеновый тест, либо тест УЗС. Это ковид-паспорт, то есть сейчас через приложение Течка заполняется, там либо на самом сайте можно узис очков скачать все это и посмотреть. Для Испании достаточно было антигена, антигенного теста, но когда мы приехали в аэропорт, мы делали в аэропорту Тиште Васлава Гавла, там в принципе все без очереди, ну как бы да, там записались, есть онлайн... Ну не все, что возле пра не живут. В общем, вам нужно сделать тест в любом пункте отбора теста. Да, главное, чтобы был сертификат. Я, конечно, опять же, заплатил еще, переплатил чуть денег за английский язык, за сертификат, который выслали мне. За перевод. За перевод, да, с чешского на английский, мы заплатили 500 крон за двоих. Тоже важно, если вы знаете, что нужен антигенный тест, то есть прокатит антигенный тест, он дешевле просто стоит. Естественно, для всех людей, кто живет и работает в Чехии и имеет государственную страховку в СЗП, то он бесплатный. Ну мы доплатили 500 крон за эти сертификаты. То могут, конечно, попросить ПЦР. ПЦР мы не рискнули делать, он делается за 72 часа, но есть практика такая, что он приходит дольше. Мы делали это все за 48 часов, то есть до вылета, грубо говоря, мы вылетали в воскресенье вечером, мы в субботу утром это все делали, чтобы гарантированно пришел этот тест. Ну и он пришел там через сколько? Реально минут через 10, да? 15 минут. 10-15 минут и у нас уже тест был на руках, антигенный. Его достаточно. Его достаточно с головой. Хотя нам мальчик, да, там говорил, что в Испанию, что не сколько потребуется. Они рекомендуют ПЦР-тест, но хватило и антигена. На спойке регистрации девочка у нас спрашивала формуляр, который Игорь заполнял для Испании и тест обязательно. QR-код на каждого человека, то есть на Алину, на меня и на ребенка обязательно. То есть ребенку тесты не нужны в Испанию были до 12 лет. То есть можно было без тестов спокойно. В этом плане мы сэкономили, потому что у ребенка коммерческая страховка, соответственно, нужно было бы нам платить. Никто ничего за него не спрашивал, только формуляр. То есть пришли, прошли всю эту тему, показали и погнали. Сдали багаж, дальше без проблем. Прилетели в Испанию. В Испании нас сразу попросили формуляры. Они их сканировали обязательно и проверяли имена, фамилии, то есть там. Перед выдачей багажа стоят люди, организованы коридоры, где они сканируют эти формуляры, да? Да, формуляры. Тест в Испании никто не спрашивал, а вот формуляр обязательно просканировали. То есть каждого человека, они заносят в базу, кто приехал в Испанию. Да, потому что у них там зона высокого риска, и они за это все очень жестко берутся. Они все передефиксируют, я понимаю. То есть полностью, не так, что там прокатит, не прокатит. Ну, соответственно, обратно уже, когда мы отдохнули, там все дела, тоже нужно было, когда возвращаешься в Чехию, за 48 часов нужно заполнить формуляр по возврату с Испании в Чехию. И обязательство было сделать минимум антигенный тест, тоже за 48 часов. Нам с этим, в принципе, всем повезло, потому что в каждом отеле мы летели от цистовни канцеладжи, то есть от туристической фирмы, которая представляет врача. То есть мы только предоставляем врача, и мы договорились просто, что мы будем делать антигенный тест, нам зарезервировали врача, он приехал, оплатили 30 евро в Испании за антигенный тест, и получили, в принципе, через 15 минут те же результаты. На самом деле это обычные бумажки, там распечатанные, сделали сразу тест. Запомнили просто твои наши данные и выдали эти сертификаты. И опять же, когда мы были уже на стойке регистрации на отлёте, то тоже девочка проверяла всё. Да, проверяли формуляры обязательно. Формуляр, тест, всё, что было положено. Либо, опять же, если вы вакцинированы, то проверяли у вас паспорт ковид, что вы там, давки эти сертификаты, всё полностью у вас есть, чтобы никаких проблем не было. То есть не так, что там через одного нет, всех и каждого проверяли. Да, и реально, у кого там не было, то на месте стояли, заполняли эти все данные и заполняли эти формуляры. Интернет, слава богу, там есть, всё это бесплатно, то есть Wi-Fi есть. А также, а зачем они тогда просят за 48 часов зарегистрировать, если ты можешь перестать регистрацию? Ну, это уже всё зависит от человека, который хочет регистрироваться, хочет не регистрироваться, думает, может так прокатит. Потому что многие тоже пишут, что на границе так прокатит, без всяких проблем. Мы вам рекомендуем реально... Ну, граница автобусная, может и прокатит. На наземном транспорте именно имеется в виду автобусами, как там граница, если вы едете на работу, там Чехию, та же Венгрия, пропускает сейчас или не пропускает, смотрит, не смотрит. Может им по барабану, вы же едите всё-таки в Чехию, а не в Венгрию. Да, мы сейчас говорим про Испанию и говорим о том, что как мы путешествовали в темно-красную зону, как с неё возвращались. И, в принципе, по возврату вообще никаких проблем не было. Мы сделали эти формуляры, мы пришли, и это зона ЕС, всё-таки второй терминал по прилёту. Приехали, нас просто попросили показать, даже никто не сканировал. Формуляр есть, всё, с Богом, идите, мы приехали домой, типа такого плана, и всё, мы быстро всё показали. Всех спрашивали эти QR-коды через ворота, паспорт не требовали, в паспортном контроле, просто смотрели формуляры, всё. Да, у кого есть, всё, быстро всех пропускали, без всяких проблем, чтобы не было никакой задержки. Она же не прокатила так, как хотелось бы там, всё так. Тесты уже не требовали, в этом плане нам, может быть, и повезло, не повезло. Теперь мы в карантине. В карантине, да, вот мы сейчас на самоизоляции, и потом уже просто сдаём тесты. В течение пяти дней мы делаем тест. ПЦР, ПЦР, обязательно тест. И ребёнку тоже нужно сделать новое правило, сейчас действует с 31 июля, то есть по возврату из тёмно-красных стран, красных, то есть зоны риска, детям до 12 лет сдавать тесты там предварительно не нужно, а нужно только по приезду, опять же, сдавать ПЦР. То есть будем платить деньги, и ребёнок тоже, соответственно, будет иметь тест. Хотя, опять же, если с одной стороны понимать, что сейчас каникулы, или нужен, или вообще, или не нужен, ну, короче, посмотрим, что мы будем делать, будем, наверное, всё-таки сдавать. Вот. То есть это основная такая новость, с которой мы хотели с вами поделиться. Вот. А сейчас, ребят, вам скажем такую новость, которую многие ждали. Мы создали телеграм-канал. В телеграм-канале, там, ссылочку обязательно оставим под видео, так что приходите сюда, пожалуйста. Там будет вся информация о работе в Чехии и на 2 года, и на 3 месяца. Это вакансии, это отзывы, это всё-всё-всё подряд. То есть, если видели, вакансию выставлял буквально вчера-позавчера по поводу строительной фирмы на 2 года, так что там очень сейчас серьёзный набор, очень много людей нужно, и нужны люди с руками, специалисты, не просто которые там... Люди с головой, наверное, с руками. Люди с головой, да, и с водительскими правами, то есть, категории БЦ. Это специалисты, которые реально нужны. Это фирма, которая делает прямые документы, и туда можно смело обращаться. Кто есть такой у нас на канале, можете смело писать, если вы хотите, конечно, приехать в Чехию на 2-годичную карту, если вы хотите здесь жить, оставаться, получать шикарные, хорошие деньги, потому что там зарплата стартует от 30-ки чистого и выше. Смело переходим, обращаемся, координируем всю эту информацию, рассказываем без всяких проблем. Поэтому, ребят, ещё раз повторюсь, открыли телеграм-канал, подходим, подписываемся, смотрим информацию по вакансиям, по отзывам. Можете сами, опять же, тоже делиться отзывами, кто будет ехать через нас на те же работы на 3 месяца. Да и не через нас, кто был на заводе, на которой есть вакансии, можете поделиться опытом. Так что это тоже очень интересно будет изучить, посмотреть и поделиться своим же опытом для других ребят, для тех, кто будет ехать впервые или кто был уже на одном из заводов. Вот, ну ещё вводим такую новую рубрику, кто не в курсе, в предыдущих видео рассказывал, что мы начали уже даже сбор средств на новое оборудование. И есть уже первые, конечно, ребята, которые поддерживают наш канал. Мы вводим новую рубрику, в которой будем озвучивать имена этих ребят, имена повели. Я бы сказала, не озвучивать, а просто благодарить людей за... И благодарить, конечно, конечно, благодарить, потому что с помощью вас вы помогаете нашему каналу развиваться, вы продвигаете также наш канал, и мы хотим какой-то минимум какой-то внести, озвучить. Это Антон Мазур, это Игорь, это Сергей, Саша. Это ребята, которые уже прислали свои суммы. Ребята, вам огромное спасибо. Обязательно отчитаемся, что мы приобрели на эти деньги. Цель сейчас стоит экшн-камера новая и ноутбук, потому что уже старый лагает ужасно. Поэтому тяжело делать, конечно, видосы, монтировать и все такое. Ребятки, вам огромное спасибо. Кто хочет сказать еще больше, чем просто спасибо, присоединяемся к этому сбору, помогаем. Кто сколько хочет, сколько может за нашу помощь, консультации и просто за то, что вам нравится наш канал. Помимо лайков, естественно, подписок и всего прочего. Так что, ребят, вот такая вот информация. Мы дома, мы в Чехии, мы попробовали на своей шкуре, как съездить в красную, даже темно-красную зону с этими тестами, с этими... Не так там уж и страшно. Да, на самом деле, не такой страшный волк, как его молюют. Все реально. Но маски надо, в масках нужно ходить везде. Маски, да. Но об этом мы сделаем видео уже конкретно о Испании, как мы там отдыхали, как мы там проводили время. Так что не забываем подписываться, не забываем ставить отметки все, чтобы не пропустить эти видео. Так что увидимся, ребят, уже в новых выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.